Как настроить BIOS Lenovo G505 для установки Windows 7? Приветствую дорогие зрители! Сегодня с вами ESETMODE и в этом видео мы рассмотрим, как настроить BIOS нашего ноутбука Lenovo G505. Мы будем настраивать его BIOS для того, чтобы установить наш Windows 7 с нашей флешки. Ведь многие пользователи не знают, как установить на него 7-ку. А сейчас я вам подробно покажу, как настраивается BIOS для того, чтобы поставить нашу любимую 7-ку. И ведь там была предустановлена 8-ка, а также возможно вы обновились до 10-ки. Или возможно вы установили 10-ку и хотите себе 7-ку установить. Давайте я вам покажу, какая ошибка всплывает при запуске. Включаем наш ноутбук. Вот наш логотип и здесь написано Checking Media. Checking Media, что это означает? И здесь у нас EFI Network 0 for IPv4, то есть загрузка сети. Опять Checking Media здесь пишется и ничего невозможно сделать. Повторно Checking Media и дальше у нас запустился Boot Manager, то есть загрузчик. И все у нас находится в режиме EFI. EFI Network сеть. Наш русский диск здесь в этом списке нет. Давайте для начала перезагрузим наш ноутбук, полностью выключаем наш ноутбук, повторно включаем и нажимаем клавишу Delete. Клавиша Delete не помогла, значит другая клавиша отвечает за вход в BIOS. Выключаем повторно наш ноутбук. Теперь нам нужно зажать клавишу Fn плюс F2. Здесь у нас кнопка Fn и F2. Давайте включим наш ноутбук, зажимаем Fn и F2. Надо быстро-быстро кликать. И вот мы попали в BIOS. В BIOS он нас пустил. И здесь у нас Product Name это Lenovo G505. Все верно. Теперь переходим к следующему параметру. Здесь выбираем Secure Boot. У нас включено. Secure Boot обязательно выключаем. Secure Boot. Теперь переходим в вкладку Boot. Здесь у нас Boot Mod. В режиме UEFI стоит. Нам нужно его переставить в режиме Legacy Support. Выбираем Legacy Support. Boot приоритет можете оставить UEFI First. Можете выставить Legacy First. Здесь уже не важно. Самое главное Boot Mod вы выбрали Legacy Support. Я выбрал Legacy First. Теперь USB Boot у нас автоматически enabled. и PXE, то LAN также стоит enabled. Включение по локальной сети. Теперь давайте здесь перейдем к Exit. Где вкладку Exit. Здесь есть пункт такой OS Optimize Default. Здесь написано Windows 8 64 бита. Мы его переставляем. Other OS. Other OS. Вот он пункт Other OS и Windows 8. Выбрали Other OS. Это то есть другие. И теперь давайте повторно посмотрим все ли параметры. SATA Controller Mode обязательно стоял, чтобы в режиме HCI. Хотя можете вы его в режиме Combo Tablet типа ставить. Но здесь лучше пусть будет HCI. Теперь сохраняем все параметры. Обязательно, обязательно подключите вашу флешку с установщиком Windows. Давайте подключим нашу флешку. Флешку подключаете в USB 2.0. USB 2.0 у меня с правой стороны. Мы не подключаем USB 3.0. Потому что USB 3.0 драйверов у меня нет. И возможно выльется в ошибку, что невозможность установить USB драйвера не найдет он. Теперь давайте сохраняем все настройки. Соглашаемся. И нажимаем FN плюс F12. FN плюс F12 отвечает за бут меню. Вот у нас запустился бут менеджер. Теперь здесь ищем нашу USB флешку. Вот она USB HDD называется наша флешка. Также есть в режиме UEFI. EFI вот у нас флешка. В режиме UEFI можно загрузить. Но мы выбираем просто USB HDD. Выбираем Windows 7. Windows 7 сервис пак 1 я выбираю 32-битный. Потому что 2 гигабайта оперативной памяти. И вот у нас происходит загрузка. Самая обычная установка Windows. Процесс установки Windows я рассказывать не буду. Здесь все очень просто. У вас получится установить эту операционную систему. Наша операционная система успешно установилась. Добро пожаловать. И вот наша операционная система. Как видим, Windows 7 установить на Lenovo G505 возможно. Поэтому, друзья, если вам нужно установить 7-ку, то смело устанавливайте. Таким образом, настроив биос, вы сможете установить вашу операционную систему Windows 7. Возможность в этом есть. И здесь ничего не блокируется. Поэтому пробуйте и устанавливайте. Ведь это старая любимая ностальгическая 7-очка. Подпишись, друг, подпишись. На мой канал ты подпишись. И оставь ты мне лайк, если видео понравилось. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok